В честь празднования Дня Победы в Крачаевске также прошла акция «Поем дворами». Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили артиста и администрация Крачаевска. Аслан Гирюгов подробнее. Данная акция стартовала по всей России. Выездная бригада отправилась на украшенную знаменами Победы автомобилях к домам и дворам, где живут ветераны. Первую поздравили Марию Васильевну Датиеву. Во дворе ее дома был организован концерт с участием артистов республики. Даже пасмурная погода не смогла отнять праздничное настроение у горожан. Сама Мария Васильевна также не осталась равнодушной к звучавшим песням и поздравлениям. Нет, никому не желаю, чтобы согласился воевать. Нет, нет, нет. Это нехорошо. Далее выездная бригада отправилась к Исаеву Мусаевичу Яххееву. Стоит отметить, что машины ехали под сопровождение песен о Победе, которые радовали жители Карачаевска. Гости вручили подарки 95-летнему ветерану и также посвятили песне военных лет. По родной земле дальней восточной, броневой удар мы потаём. День Победы, я то, что рад, то, что я день Победы. Вот это болезнь все не дало нам. Хочу, пошёл бы я по народу. Гулял бы, посмотрел бы, что народ, как, что, что. Ну, что, получался так, болезнь, не получался. Живое музыкальное поздравление получил ветеран Султан Хаджимурадович Наскидаев. Выездной концерт завершился в 19.00. В это время по всей стране прошла минута молчания и во всех дворах прозвучала песня «День Победы». О важности проведения данной акции рассказал один из организаторов, начальник отдела культуры Карачаевска Шамиль Хубиев. Все вот эти акции, они ведут к тому, что с каждым годом у нас поднимается в стране военно-патриотическое воспитание. И мы все, конечно, этому рады и этому будем способствовать. Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.